В Подмосковье год культуры проходит очень бурно, и вот мы уже говорили, что открыли 4 музея, но самое главное наше богатство это люди. Во-первых, у нас очень талантливые ребята, так как у нас 230 школ искусств, детских школ искусств, у нас так много талантов, кто там обучается, еще больше, наверное, талантов подрастают и будут там обучаться. Но та выставка, которая открывается, это еще один штрих, еще одна грань к году культуры, и вот эти замечательные картины, которые обращают нас и к истории Сергиева-Посадского, Денцовского района, и показывают богатую природу, которая пока еще в Московской области осталась, но ее надо больше рисовать, а то мало ли на горизонте появятся высотные дома, с чем мы активно боремся вместе с вами. Так вот, замечательная природа, замечательные картины из нашей истории, Троиц Сергия Лавры, Гевсиманский скит, поэтому я хотел бы всех пригласить, пользуясь интересом СМИ всех, кто сюда сегодня не пришел, до начала декабря, я так понимаю, будет выставка идти здесь, до 13 декабря, посетить эту выставку и прикоснуться к страничкам истории и настоящего нашего Подмосковья. Поэтому мы такое вот, я так понимаю, импровизированное открытие и хотим открыть эту выставку. История этой выставки достаточно интересна, вообще история самого появления этой выставки в Доме правительства. Наш корреспондент был в известном всем Абрамцево, которая заслуженно пользуется славой творческого богемного места для художников, которые со сталинских времен делают то, что составляет славу всей нашей живописи. Посмотрев на качество и уровень картин, она была буквально восхищена и сказала, что что-то с этим нужно делать. Мы решили это сделать и решили непосредственно в Доме правительства Московской области сделать тематическую подмосковную выставку. Когда я общался с художниками, они мне сказали любопытный такой факт. Ремесленников, профессионалов низкого уровня в своей среде, они называют малярами. Я когда услышал, достаточно долго смеялся, потому что ведь правда, да, иногда такие большие холсты распишут, что пустой хоть падает. Я горжусь тем, что на этой выставке нет ни одной работы и нет ни одного автора, к которому можно было бы отнести это определение. Я горжусь тем, что на этой выставке художники, которым с огромным удовольствием галеристы США, Западной Европы и Китая заказывают картины. Я горжусь тем, что это художники, которые выставляются в лучших галереях Европы, а теперь они здесь у нас. Отдельное спасибо, естественно, министру культуры Олегу Александровичу Рожнову за то, что он согласился принять участие в открытии этой выставки, за то, что ознакомился с ней и, надеюсь, даст свое экспертное мнение. Спасибо. Мы уже до того, как до открытия успели посмотреть с художниками, договорились, что у нас не секрет, что 22 ноября открывается музейно-выставочный комплекс Московской области, в Истре, куда я уже пригласил художников, кто здесь выставляется, с тем, чтобы не только отобразить новую действительность Истринского района, но и выставить там свои коллекции. Там очень большие площади, 10 тысяч квадратных метров только экспедиционных площадей. И, конечно, я от имени правительства Московской области хотел сказать большое спасибо Издательскому дому Подмосковью за эту инициативу. Очень важно, когда идет инициатива, и вот такие вот выставки не только от органов государственной власти, а когда коммерческие структуры. И вот у нас, кстати, будет открываться на днях частный музей, музей Дулевского фарфора, 1200 метров, это вся история Дулевского фарфора. То есть и частные инициативы, инициативы отдельных лиц, инициативы общественных организаций и издательских домов как вот сливаются в венесон, проводя вместе Год культуры. Спасибо вам большое. Вам приятного просмотра, коллеги.